А, мы говорили, знаешь, что, мы говорили о философии, о театологии. Надо ли в школе предавать философию? Да, 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 про философию. Это в школе или... Не, ну вообще, возьмем систему, да, нужна ли философия, да, как в этом преподавать, да. Важны ли это предметы или не важны. Нужна ли философия в системе образования? Да, ну, или предмет. Нужен ли предмет философии в системе образования? Нужно ли преподавать философию? Да, во. Да? Да, нужно ли преподавать философии в системе образования? Ну, надо это коротко. Ну, подумаем сейчас, сейчас мы сократим. Нужно ли преподавать философию? Мы имеем в виду в данном случае преподавание философии в целом в системе здравоохранения, в системе образования, в школах, в институтах, в ПТУ, на непропильных факультетах, скажем, в ПТУ. А философия, получается, вот так подумать, это определенный сектор мышления, в который человеку, обладая какими-то философскими понятиями, он, находясь с ним, может систематизировать все, что вокруг для него разрознено, и прийти к какому-то определенному выводу. Однажды Сократ со своим другом зашли в ювелирный магазин. Они походили по нему, и когда вышли, Сократ сказал своему другу, сколько в мире вещей, которые мне совершенно не нужны. Уважаемые зрители, сегодня в нашем дискуссионном клубе мы решили обсудить тему, нужно ли преподавать философию. Многие из нас не видят философию никакого смысла, а если не видят, то не видят мне никакой пользы. А кто-то считает философию незаменимым инструментом раздрения цивилизованного человека. Уважаемые зрители, уважаемый пихот, привожу свой первый синий аргумент в пользу того, что философию нужно преподавать. Философия – это главная наука. Философия, в переводе с греческого, это любовь к мудрости. Она считается первой наукой. Большинство известных нам древних мудрецов мы называем философами – Сократ, Аристотель, Диоден, Платон. Философы были первыми учеными, благодаря стремлению к знаниям, первыми социальными деятелями, благодаря мудрости и первыми адвокатами, благодаря своему красноречию. Что говорят сами философы о философии? С точки зрения другого представителя немецкой классической философии Фейербаха, «Главный объект философии – естественная, неизменная природа, сущность человека, как наиболее совершенного существа мироздания». Энглис писал, что философия – это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. А Платон считал, что «горе тому государству, которым не управляют философы». В своей статье «Кандидат философских наук Екатерина Волкова» высказывает мнение, что философия – это не наука, а специфическая форма духовной культуры. Эммануил Кант считал, что предметом теоретической философии должно быть не изучение самих по себе вещей – природы, мира, человека, а исследование познавательной деятельности, установление законов человеческого разума и его границ. Современная наука прошла немалый путь и совершила немало открытий, но философия актуальна и необходима и сейчас, даже если многие не считают ее наукой. Философия по-прежнему остается чем-то большим – сферой работы человеческого разума, создающего науку и культуру. Философия всегда останется авангардом познания мира, человека и познания человека мира. Уважаемые зрители, уважаемый фихот, я завершил возлагать свой первый синий аргумент. Уважаемые зрители, уважаемый эволюционер, предлагаю свой первый синий аргумент в пользу того, что философию преподавать не нужно. Звучит он так. Зачем нам вчерашние дырявые носки? Философия – это как сырое мясо. Пока мы не приручили огонь, мы ели мясо сырым. Оно усваивалось в нашем организме кое-как. Вместе с сырым мясом в организм попадали глисты, которые нас поедали изнутри. После украшения огня появилась кулинария. Теперь мы мясо жарим, варим, парим, делаем фарш и лепим пельмени. И желудку приятно, и организму пользу. Паразиты при жарке-варке погибают. Мясо сырое и мясо в пельменях – это две большие разницы. То же и наше сырое мясо – философия. Философия нужна была, когда не было науки в том понимании, что мы ее знаем сейчас. Философия способом болтологии пыталась объяснить все сущее, которое нас окружает. Она пыталась понять, как все устроено. Пыталась понять, используя эту штуку, которую каждый из нас имеет во рту и которая болтается между зубами. На руинах философии вырос научный метод. Теперь философия – старорежимная протонаука. Повторюсь, философия существовала до разработки научного метода и впоследствии переродилась в обычные научные дисциплины – физику, химию, математику и так далее. Прощай, философия! Прощай, родная! Отправляются коты на пенсию. И пару слов о научном методе. Он состоит из таких основных элементов, как теории, гипотезы, научные законы, научное моделирование, пример – это таблица Менделеева, эксперименты, научное исследование, наблюдение, измерение. Уважаемые зрители, уважаемый эволюционер, я озвучил свой первый синий аргумент позиции возражения. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот, привожу свой второй зеленый аргумент в пользу мнения о том, что философия нужна. Незнание философии ограничивает мышление человека. Взрослому проще понимать философские парадигмы. Вообще, взрослому много чего делать проще. Но это не значит, что детей не нужно учить основам философского мышления. Не бойтесь учить детей. В вузах им будет проще изучать философию, а в возрастной жизни им будет намного проще разбираться в событиях, происходящих в нашем мире. Философию нередко представляют как некое абстрактное знание, оторванное от реальности, так и в повседневной жизни. Отсутствие сиюминутной пользы совсем не свидетельствует о бесполезности того или иного предмета. Изучая философию, мы развиваем свое мышление, тренируем наш мозг, как спортсмен тренирует свое тело, чтобы впоследствии успешно справляться с различными профессиональными и жизненными задачами. Поэтому изучение основы философии можно начинать в средних классах школы, а также в ПДУ и колледжах. Кто сказал, что люди со средним образованием не должны мыслить? Человек ограниченный не может быть хорошим специалистом. Более того, задача системы образования не только подготовка специалиста, но и воспитание человека. И никогда нельзя забывать, что любой специалист это прежде всего гражданин, который должен быть грамотным. Философия интересна сама по себе, безотносительно к ее полезности. Знакомство с философией способно принести интеллектуальное удовлетворение человеку любознательному, любящему учиться и узнавать новое. Изучение философии развивает такие ценные качества, как широта мышления, умение находить связь между такими явлениями, которые кажутся совершенно не связаны друг с другом, стимулирует гибкость мышления и умение видеть относительность истины там, где она кажется абсолютной и бесспорной. Развивает критичность и самостоятельность мышления, что способствует выработке собственной позиции, а также терпимость к инакомыслию, уважение к позиции оппонента, умение выслушать его и найти в его взглядах рациональное содержание и критически взгляд на собственную аргументацию. Философия – это широта и свобода мышления. Философы раскачивают наше сознание своими утверждениями и не всегда для того, чтобы в чем-то утвердить их или убедить нас, а для того, чтобы разбудить наше сознание. Философия – это попытка разбудить человека. Так как большинство людей спит, погруженная в мелочные дела и заботы, не подозревая о существовании истинной жизни, когда человек действительно живет, а не призебает скуки унылого существования. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот, я изложил свой второй зеленый аргумент в пользу мнения о том, что философия все-таки нужна. Уважаемые зрители, уважаемый эволюционер, предлагаю свой второй зеленый аргумент в пользу того, что философию преподавать не нужно. Звучит он так. Если жевать не глотая, можно подавиться слюной. Ходит байка, что Эйнштейна спросили высказаться насчет философии. Он ответил. Это нечто такое, что можно без конца жевать, а глотать нечего. Вот вам и вся философия. Сама практика показывает, что большинство людей не усваивают в полной мере стандартный набор учебных дисциплин. Зачем еще сверху городить философию, как протонауку, как древнюю науку, из которой выросла наука современная. Что изучает предмет философии? Предмет философии изучает философские концепции через призму философских школ известных философов. Где, когда, какой философ, что сказал, какие понятия ввел, что думал по тем или иным предметам. И там же такого намешано, кто в леса, кто под рва. Противоречиво, запутанно, непонятно, зачем это все нам, зачем нам это старье. Какая практическая польза от подобного умничания сегодня, когда есть, как я уже говорил, научный метод, которые позволяют находить конкретные решения, конкретных проблем, которые перед нами стоят. В таком старорежимном виде философия нужна небольшому числу специалистов, любителей, ценителей, эстетов. Для подавляющего большинства она не представляет вообще никакой практической пользы. Уважаемые зрители, уважаемый эволюционер, я озвучил свой второй зеленый аргумент позиции возражения. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот, привожу свой третий красный аргумент в пользу мнения о том, что философия нужна. Глобальные перемены в мире происходят на уровне философского восприятия. Если человек хочет разобраться в глобальных социальных, экономических явлениях, то ему следует разбираться в причинно-следственных связях. Не путать причину со следствием может только человек с философским складом мышления. Платон видел истинные причины вещей не физической реальности, а в умопостигаемом мире назвал их идеями или эйдосами. Вещи материального мира могут рождаться, меняться, умирать, а вот их причины должны быть вечными и неизменными. Они должны выражать сущность вещей. Несмотря на пренебережительное отношение многих философий, социум управляется именно философией. Возьмите любую развитую культуру. Ни одна из них не могла бы возникнуть без научных, духовных и социальных идей философов. Любые социальные формации возникли из философии. Например, капитализм и коммунизм – это философии, выведенные в идеологию. Например, капитализм – это протестантизм, идеи Адама Смита, Дэвида Рикарда, Джона Кейса, мысли Макея Вейли, труды Вебера и философия Маркса. Коммунизм – это убеждения ордена францисканцев, это Джерард Уинстли, Бабио, Фурье, Кампанелло и его «Город солнца» и тот же Маркс. В основе всего стоит идея, а идея – это философия. Современным миром правят идеологии. Их создание невозможно без философии, ровно так же, как без философии, невозможно их понимание. Есть ли большее влияние имеют философские парадигмы, которые, в отличие от идеологии, остаются в тени для непосвященных? Парадигма – это исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, господствующих в течение определенного исторического периода. Традиционная и модернизационная парадигмы уходят в прошлое. Мы – современники формирования постсовременной парадигмы, в которой вводятся два основных морально-этических течения – деонтология и конфис-социализм. Деонтология – это учение о морали, структурно является разделом этики, вышедшей из культуры древних эллинов. В ее основе лежит понятие долга, формирующего правила поведения членов общества, для которых долг стоит на первом месте. Конфис-социализм, напротив, – это группа теорий, где результат превалирует над действием. Его историческими формами являются такие нормы и теории, как геодонизм, стремление к воснаждениям, разумный эгоизм, утилитаризм, стремление к выгоде во всем, и в демонизм, стремление к счастью. Надо отметить, что именно конфис-социализм является основой аргументации современной политики и культуры. Какой станет постсовременная парадигма общества, зависит от нас с вами, если, конечно, мы окончательно не забудем, что такое философия. Философским мыслящим должен быть каждый человек, если он не хочет жить подобно роботу или заведенному автомату. Если он всегда сам хочет докопаться до сути своего дела, своей истории, своих отношений с другими людьми, если он хочет быть самобытным человеком, который сам свободно строит свою жизнь, а не является марионеткой в руках сильных мира всего. Уважаемый зритель, уважаемый пехот, я завершил вложение третьего красного аргумента, аргумента в пользу мнения о том, что философия нужна. Уважаемые зрители, уважаемый эволюционер, предлагаю свой третий красный аргумент в пользу того, что философию преподавать не нужно. Звучит он так. Мозаика слона. Расскажу индийскую притчу. Шесть слепых мудрецов решили понять, что такое слон. Первый коснулся бока слона. Какой гладкий? Слон похож на стену. Второй коснулся хлобота. Какой круглый? Слон похож на змею. Третий коснулся бивня. Какой острый? Слон похож на копье. Четвертый коснулся ноги слона. Какой высокий? Слон похож на дерево. Пятый коснулся ухо слона. Какой широкий? Слон похож на пахова. Шестой коснулся хвоста слона. Какой тонкий? Слон похож на веревку. Они начали спорить. Каждый доказывал свое видение. За этим наблюдал простолюдин и сказал им, что каждый из них прикоснулся только к одной части слона. Если сложить их вместе, они поймут, что такое слон. То же и с нашей философией, которая и есть слон. Изучив несколько предметов, например, географию, биологию, математику, историю, физику и так далее, поняв их общие законы и закономерности, мы уже постигли философию. Ведь философия – это по сути знание общих закономерностей всего сущего. А каждый предмет в отдельности представляет нам отдельную часть этого сущего. География – это землеописание. Где какие материки находятся, где какие земли, какие реки, моря, океаны, по каким принципам, законам они расположены на нашей планете. Биология – учение о жизни всего живого. Как это живое взаимодействует с окружающей средой. Как возникли живые организмы. Как они функционируют, распределяются на географической плоскости. Математика – как все сущее описать в числах. История – как человек жил в прошлом, чем он жил, чем занимался, какие музы его вдохновляли. Физика – какие общие законы природы, всего сущего. А еще астрономия, химия, литература, языки, музыка. Так вот мозаика из всех этих предметов и есть простейшая философия. Уважаемые зрители, уважаемый эволюционер, я озвучил свой третий красный аргумент позиции возражения. Уважаемый зритель, уважаемый Кихот, привожу итог своих аргументов по теме «Нужна ли людям философия?». Первое. Философия – это главная наука. Второе. Незнание философии ограничивает мышление человека. Третье. Глобальные перемены в мире происходят на уровне философского восприятия. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот, я изложил свои аргументы. Уважаемые зрители, уважаемый эволюционер, предлагаю итог своих аргументов в пользу того, что философию преподавать не нужно. Первое. Зачем нам вчерашние дырявые носки? Второе. Если жевать не глотая, можно подавиться слюной? Третье. Мозаика слона. Уважаемый зритель, уважаемый эволюционер, я озвучил итог своих аргументов, позиции и возражения. Уважаемые зрители, сегодня в нашем клубе мы рассмотрели тему «Нужна ли философия? Нужно ли ее преподавать?». Мы много об этом думали, мы создали три аргумента в пользу «за» и «против», а вы думаете выбирать вам. Так что смотрите нас, слушайте, предлагайте свои темы. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот. Уважаемые зрители, уважаемый эволюционер. Какие философии? Первое, что главное, наука. Философы были первыми учеными. И тут Волкова высказала мнение философии, философия не наука, а форма духовной культуры. То есть это способ мышления. То есть это нечто целостное, целостное. Название философии ограничивает, а не знание философии ограничивает мышление человека, тоже же нету целостности. Изучая философию мы развиваем свое мышление, тренируем наш мозг. То есть, снова же, целостное ознакомление с реальностью. Дальше, глобальные перемены в мире происходят на уровне философского восприятия. То есть перемены сами по себе, а то, как мы к ним относимся, то есть мы целостно воспринимаем. Это дает философию. И тут же я возражал, философии не надо преподавать, потому что это вчерашние дырявые носки, потому что это была прото-наука, изначальная наука, из которой выросли все остальные науки. Дальше я сказал, философии преподавать не нужно, потому что это сплошная говорильня, и это есть этот момент в философии, хотя это и не вся философия. И третье, мозаика слона, что все-таки философия базируется на науках, и она их склеивает. Философия клеит для всех наук. И в любом случае философ это не нечто отдельное, это просто сплав всего остального. И в итоге наш вывод, что философия может и нужна, но не в том виде, как ее преподают. То есть проблема именно в преподавании философии, а не в самом предмете. Да, и преподают так, что она становится неинтересной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...